Добрый день, дорогие абитуриенты! Вы смотрите Инсталайв с Институтом психологии и образования КФУ. И в ходе сегодняшнего прямого эфира вы сможете задать вопросы о образовательных программах, на которые будет осуществляться прием в 2020 году, в вступительных испытаниях и условиях приема, особенностях учебного процесса, а также об увлекательной студенческой жизни. Сегодня на ваши вопросы ответит Айдар Калемулин, директор Института психологии и образования КФУ, а также координатор приемной кампании Института психологии и образования КФУ Путулян Нарине. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик об Институте психологии и образовании. Казанский императорский университет – один из старейших вузов России, был основан еще в 1804 году, указом императора Александра I. Более 70 лет после основания Казанский университет оставался самым восточным, главным научным центром не только по Волжье, но и Кавказа, Приуралье и даже Сибири и Дальнего Востока. В этих стенах были образованы известные научные школы и сделаны выдающиеся открытия. Здесь Николай Лобачевский разработал неевклидовую геометрию, Карл Клаус открыл химический элемент рутений, Александр Бутлеров предложил теории строения органических соединений, Евгений Завойский открыл электронный парамагнитный резонанс. В 2010 году Казанский университет получил статус федерального, а в его состав включили еще шесть вузов Татарстана. Численность студентов возросла с 10 до 44 тысяч человек. Именно в этот момент в состав Казанского университета были включены и два педагогических вуза, что дало мощный импульс развитию педагогического образования в КФУ. На базе университета открылся Институт психологии и образования, в котором на сегодня обучаются более 2,5 тысяч студентов. Педагогическое образование в последние годы оказалось на периферии образовательной системы нашей страны. Казанский федеральный университет представляет собой уникальный пример того, когда присоединение двух педагогических университетов к федеральному университету позволило трансформировать систему подготовки учителей и придать ей новый импульс. Более того, в Казанском федеральном университете подготовка учителей с 2016 года стала одним из четырех приоритетных направлений развития. Объединение классического университета с двумя педагогическими открыло уникальные возможности для подготовки учителей. Теперь студентов обучают не только по классической системе, но и по распределенной. То есть учителей-предметников теперь готовят в профильных институтах. Совместная работа структурных подразделений Казанского федерального университета, психологов образовательных организаций, руководителей практики от образовательных организаций, учителей-предметников, самих магистрантов позволяет нам получить особый, я бы даже сказала, синергетический эффект от нашей совместной деятельности. Наши магистранты преуспевают в разработке, организации и оценке новых проектов, связанных с образовательной деятельностью. Наши магистранты осуществляют качественный научно-исследовательский поиск с порождением нового знания. Наши магистранты умело управляют образовательным процессом. Важным элементом подготовки специалистов в Институте психологии образования является практика. Прежде всего, эта работа непосредственно в школах, а также на различных трансляционных площадках внутри университета. Практическая подготовка проводится в лучших учреждениях города Казани образовательных, в лучших школах, таких как IT-лицеи, IT-лобачевского, 6-я гимназия и ряд других школ города Казани. Необходимо отметить, что IT-лицеи и лицеи имени Лобачевского являются структурными подразделениями Казанского федерального университета. Прежде чем отправить студентов на практику в школу, их готовят к работе с детьми в так называемых творческих мастерских, где будущие учителя-предметники составляют программу своих уроков. В этом году созданы творческие мастерские по физике, где мы готовим студентов, подготавливаем их к педагогической практике, к работе в школе. Творческие мастерские, они по-своему уникальны. Здесь студенты творят физику, они выполняют лабораторные работы, сочиняют эти лабораторные работы, потом они делятся своим мастерством, своими успехами. Для тех же, кто готовится к работе с совсем маленькими детьми в Институте психологии и образования, создан Центр практик дошкольного и начального образования. Бакалавры и магистры уже в настоящее время имеют такую возможность работать и быть в реальной ситуации начальной школы и детского сада. Данный Центр, он состоит из небольших кабинетов, в которых наши студенты проводят занятия, отрабатывая все современные технологии и методики, связанные с начальной школой и с дошкольным образовательным заведением. Это такие технологии, как ведическая арифметика, ментальная арифметика. Это такие технологии, которые связаны с реализацией зарубежного опыта, такие как методика Шичиды для дошкольного образования. Это, например, такая технология, которая позволяет научить современных наших студентов о работе по рисованию с идеями правополушарного рисования. Казанский федеральный университет сегодня готовит преподавателей для работы во всех звеньях образования – от дошкольного до высшего. Что же касается психологического направления, то оно представлено в институте кафедрами общей, педагогической психологии, психологии личности, кафедры дефектологии и клинической психологии. Если до последнего времени мы готовили специалистов только для системы дефектологического образования, то есть мы готовили специалистов, которые будут работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья в коррекционных учреждениях, то в последние годы мы готовим специалистов для работы в общеобразовательных школах, в которые теперь уже поступают учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы перед нами поставили еще более серьезную задачу сдачу подготовить систему работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, которые до последнего времени считались необучаемыми. Институт психологии и образования – это не только крупный образовательный, но и научный центр. Здесь ведется множество актуальных исследований как по психологическому направлению, так и по педагогическому, а также на стыке этих направлений. В числе таких исследований – разработка программ адаптации для детей-мигрантов. Мы пришли к выводу, что, конечно, нужна и научная работа по изучению стратегий адаптации и социализации детей-мигрантов, и в том числе нужно изучать готовность современного учителя к работе с детьми-мигрантами, и в том числе систематизировать имеющиеся технологии обучения и разрабатывать новые. Данные исследования ученые КФУ ведут совместно с Университетом Майами. Также среди международных научных проектов Института психологии и образования можно отметить исследования в области мультикультурной подготовки учителей, проект по разработке модели подготовки педагогов в университете и исследования в области новых технологий обучения на базе роботизированных систем. Сейчас мы выходим со своими проектами уже на международный уровень, и тот факт, что в этом году мы вошли в топ-300 среди 50 тысяч университетов мира по education, специализируясь именно на подготовке учителей, говорит о том, что мы на верном пути. Сочетание уникальных образовательных технологий, практики, а также научной базы позволяет готовить не просто учителей, но исследователей. Именно в таких кадрах, готовых идти в ногу со временем, сегодня и нуждается система образования. Ваш институт пережил огромный этап трансформации за каких-то там коротких 5-6 лет. На данный момент подготовка учителей в Казанском федеральном университете является одной из самых лучших в России, ну и в мире. Вы входите в топ-100 лучших университетов мира, которые занимаются подготовкой педагогических кадров. Насколько был этот долгий этап, и как происходит подготовка педагогических кадров в Казанском федеральном университете? Спасибо за вопрос. Добрый день, дорогие абитуриенты, а также, возможно, их родители, которые тоже сегодня смотрят нашу передачу. Я вас приветствую от имени педагогов и психологов Казанского федерального университета. И хочу сказать, что осталось буквально несколько месяцев до того, как вы, выпускники школы, одиннадцатиклассники, должны будете определиться со своей будущей профессией. Я тоже не такой старый человек, и помню, что, наверное, я долго не мог решиться, кем я буду. И я рад, что, наверное, звезды сошлись так, Всевышний или какие-то другие силы, или, может быть, случай. Я выбрал профессию педагога, и я нисколько даже не пожалел, что таковым я являюсь. И вот сейчас вам, наверное, надо определиться с тем, кем вы хотите быть. И здесь я вам сообщу немножко, наверное, такую странную статистику, что 70% выпускников высших учебных заведений не работают по первой специальности. Это как раз-таки результат той ошибки и, наверное, неверного выбора, который они сделали. И вот здесь необходимо учитывать несколько, наверное, факторов, которые позволят вам не ошибиться с выбором профессии. Первое – это, безусловно, наверное, внутренний зов вашей способности, предрасположенность к той или иной профессии. Второе, о чем вы тоже сейчас должны подумать, насколько востребована будет ваша профессия к моменту окончания университета. Найдете ли вы работу, причем работу высокоуплачиваемую, интересную, которая дарила бы вам только приятные эмоции. И вот здесь тоже нужно думать, потому что есть много профессий, и вы можете, наверное, на примере своих знакомых видеть, что не все профессии, к сожалению, они настолько сейчас востребованы в обществе, и, может быть, людям из-за этого приходится переучиваться. И с моей точки зрения, наверное, одними из самых перспективных профессий в современной жизни, в обществе, являются профессии педагога и психолога, потому что они, прежде всего, ориентированы на людей, они ориентированы на общество, и поэтому всегда, наверное, будут, не только «наверное», я убежден, что они будут востребованы. Кроме того, эти профессии востребованы на рынке труда, и можно найти интересную работу, и оплачиваемую работу, и те, наверное, предубеждения, что профессия учителя не так высокооплачиваема, наверное, они тоже должны уйти в прошлое, потому что эта профессия тоже очень дифференцирована. Есть учителя, которые достигают больших высот своей профессии, соответственно, они востребованы, они получают высокую заработную плату, но к этому надо идти, к этому надо стремиться, и для этого должны быть созданы условия. Университетов в России достаточно много, а всего в мире примерно 50 тысяч университетов. И здесь, наверное, вы должны понять, что не все университеты равны по качеству предоставляемых образовательных услуг, по качеству организации учебного процесса. И вот здесь, для того, чтобы у вас не было фальстарта, не было ошибки, вы, это мой совет, как старшего товарища, должны присмотреться к тем университетам, которые дают действительно конкурентное качественное образование, с которым вы можете пройти по всей жизни, и которые будут приветствоваться работодателям. К числу таких учебных заведений относится наш Казанский федеральный университет. Это не просто какие-то досужие утверждения. Дело в том, что Казанский университет является одним из старейших, он является вторым по непрерывности своей истории высшим учебным заведением Российской Федерации. Он ходит в десятку крупнейших университетов нашей страны. И наш университет сейчас является участником особой государственной программы, проекта 5.100, которая направлена на поддержку вузов-лидеров. Благодаря этому наш университет за последние 10 лет очень сильно изменился. И та основа в виде Казанского государственного университета, благодаря присоединению еще шести университетов, позволила создать очень крупный университетский комплекс, который сейчас действительно выходит на передовой международный уровень. И вот здесь, наверное, такой изюминкой, там, звездочкой в Казанском федеральном университете является Институт психологии и образования, который сегодня мы здесь представляем. Это не, опять-таки, наверное, ну, есть старая русская пословица, вся кулик свое болото хвалит, но дело не в том. Дело в том, что есть очень четкие критерии, которые определяют состояние и уровень того или иного и высшего учебного заведения, и вот нашего, в том числе, института. Мы прошли непростой путь трансформации системы педагогического и психологического образования после присоединения двух педагогических университетов к Казанскому федеральному университету. Он был очень непростой, болезненный. Заявлялось даже, что педагогическое образование в республике разрушено, что не нужно было присоединять эти педагогические университеты. Но время показало, что это был правильный шаг, и коллектив нашел силы, нас поддержало руководство университета, и мы смогли создать очень передовую модель подготовки учителей, прежде всего, в Казанском федеральном университете. Подтверждением тому являются наши позиции в международных рейтингах. Я сразу скажу, что мы ориентируемся, прежде всего, на международные рейтинги, потому что наш ВУЗ ставит перед собой, во-первых, очень высокую задачу стать известным не только в России, но и в мировом образовательном пространстве. И поэтому, как участники проекта 5.100, мы получили большую поддержку от университета, когда в 2015 году нас выдвинули в качестве одного из четырех приоритетов в концепции развития университета. Это было невиданное событие. Дело в том, что ни один из ВУЗов, участников программы 5.100 на это не решился. Ну, кто такое, что такое педобразование? Педобразование всегда это, ну, это не совсем наука, может быть, это не так серьезно. Но, вы знаете, время опровергло вот эти стереотипы. И сейчас педагогическое образование, предметное область образования являются самой продвинутой в Казанском федеральном университете по показателям ведущих международных рейтингов Times Higher Education и QS. И вот огромное достижение к 2020 году, это путь нашей девятилетней эволюции, что в 2020 году в ведущем международном рейтинге Times Higher Education, а он имеет очень жесткие критерии отбора. По самым разным показателям мы вошли в число 100 лучших университетов мира в предметной области образования, специализируясь как раз-таки на педагогическом образовании. Мы занимаем сейчас 94-е место в мире, и занимаем первое место не только в России, но и в странах Восточной Европы, СНГ. Не случайно мы сейчас испытываем с их стороны такой большой интерес. И это лучший показатель вообще за всю современную историю российского образования в предметной области образования. В другом рейтинге QS в 2020 году, вот буквально завтра, будут обнародованы официальные его данные, мы знаем эту информацию немножко раньше. Мы в этом году тоже поднялись на 50 позиций и вошли в группу 250 лучших университетов мира, тоже в предметной области образования. Это один из лучших показателей в России. И вообще сейчас вот три вуза, это Московский государственный университет, Высшая школа экономики и Казанский федеральный университет, конкурирует вот в этой предметной области образования, в частности. Но в топ-100 входит только лишь один Казанский федеральный университет, чем мы очень гордимся. Но это далось не просто так. Это звание, эта позиция, она присуждается, наверное, не просто за там красивые глаза или что-то иное, она присуждается за реальные достижения и за реальное состояние образовательного и научного процессов в нашем университете. И вот за эти годы мы смогли сформировать уникальную модель педагогического образования в Казанском федеральном университете, которая позволяет подготовить самых мощных, высоко квалифицированных профессионалов. Во-первых, мы имеем три модели подготовки учителей, чего невозможно встретить в традиционных педагогических вузах. Мы имеем инфраструктуру, мы имеем лаборатории, модельные классы, детские площадки. Мы имеем две собственные школы, это IT-лицей-интернат и лицей имени Лобачевского, которые тоже являются базой практик для подготовки наших студентов и для трансфера и апробации с передовых технологий в области образования, которые мы там реализуем. Я напомню, что два наших лицея входят в топ-100 лучших общеобразовательных школ России. Буквально на днях мы получили очень радостное известие о том, что начинается финансирование еще одного проекта в рамках системы педагогического образования. Это детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра. Это очень нужное направление. К сожалению, эта беда коснулась достаточно много семей. И мы хотели бы, чтобы, во-первых, здесь, имея свой детский сад, мы воспитывали, социализировали, обучали таких детей. Но при этом мы бы готовили студентов, которые могли бы работать, вот буквально очень практикоориентированных студентов, которые затем работали бы в других регионах. Кроме того, у нас есть различные разработки, научные разработки, которые позволили бы усилить, улучшить процесс адаптации этих детей. Поэтому мы тоже все будем это проводить в нашем детском саде, который, я надеюсь, откроет свои двери уже 1 сентября этого года. И таких достижений у нас очень и очень много. И самое главное, что в последние годы мы смогли поменять отношения к педагогическому образованию не только в Казанском федеральном университете, но и вообще, наверное, в нашей республике. И одним из подтверждений является то, что сейчас, а я помню, как 10 лет назад мы не могли даже заполнить бюджетные места из числа абитуриентов, потому что и профессии, и вуз были непопулярными для молодых людей. Сейчас мы такой проблемы не имеем. У нас огромный конкурс, достигающий 25-50 человек на одно бюджетное место по разным специальностям. У нас высокий проходной средний балл ЕГЭ, который варьируется в различные годы от 78 до 80 баллов. У нас другие показатели. У нас очень высокий уровень платного обучения. А когда у нас оплачивают, это означает, что наши специальности, они востребованы. У нас очень большой конкурс не только на бакалавриат, но и на магистратуру. И самая большая магистратура педагогическая в Поволжском федеральном округе, в Казанском федеральном университете. У нас обучаются 1100 будущих педагогов и психологов. И 80% из них уже работают в общеобразовательных учебных заведениях. И, наверное, одним из тоже свидетельств является то, что в рейтинге качества приема высшие учебные заведения, которые публикуются каждый год, по направлению педагогическое образование мы занимаем. Мы традиционно в последние годы входим в десятку лучших, а это более 200 вузов, а по направлению психолога педагогическое образование мы входим в пятерку лучших высших учебных заведений России. Наверное, это опять-таки свидетельство того, насколько мы востребованы и насколько эффективно выстроен в нашем университете образовательный процесс. Давайте, немного прекратим перспичь. Я думаю, тут уже появились первые вопросы, и хотелось бы, чтобы прозвучал на них ответ. Спрашивают, есть у нас стажировка в Казанском федеральном университете. Насколько я знаю, у нас есть Алгарыш, можно ездить на стажировку. И у вас в институте есть большие связи с техническим университетом Дрездена, с Глазго, если не ошибаюсь, очень большие связи. Какие документы необходимы, как можно попасть на стажировку, не могли бы подробнее кто-нибудь из вас рассказать? Я понимаю, что речь идет о стажировке. То есть у нас сейчас два типа стажировок для студентов, и в то же время мы получаем очень много предложений, заказов от преподавателей молодых, от исследователей из других университетов, которые хотят у нас пройти стажировку. Вот, например, буквально через две недели мы будем принимать у себя казахстанских молодых ученых, студентов, которые хотели бы у нас пройти как кроссовочные курсы, особенно по организации исследований. Я понял, что в большей степени речь идет о возможности стажировок для студентов, и вот здесь я бы хотел все-таки обратить ваше внимание, потому что это очень часто задаваемый вопрос. Дело в том, что стажировки, они селективны. И те студенты, которые добиваются высоких результатов, которые стараются, я бы не хотел просто вводить заблуждение наших сегодня зрителей, в том плане, что они пришли и им пообещали сразу стажировку. Если студент достигает хорошие результаты, если он владеет английским или немецким языком, причем это зафиксировано одним из экзаменов, то таких возможностей очень много. Только за прошлую неделю я получил два информационных письма из Департамента международных связей Казанского федерального университета, где предлагаются стажировки в университетах Испании и Кипра для студентов, стажекурсников, которые владеют языком. У нас есть стажировки по программе Erasmus, и вот тоже буквально через неделю две студентки уезжают на полугодовую стажировку в технический университет Дрездена. И я думаю, что кто вернулся, две девушки, прошедшие стажировку в первом семестре, в первом полугодии, одна из них уже осенью уезжает на обучение на магистрскую программу, получила бесплатное место, и такая возможность у нас тоже есть. Поэтому такие возможности существуют, но все это зависит опять-таки от позиции, от старания студентов, от различных программ. Например, много студентов в летнее время выезжает по программе Work and Travel, такая система существует, и масса других. Кроме того, мы проводим в мае очень крупный форум, это такая большая конференция по педагогическому образованию, она международная, в этом году приедет порядка тысячи участников и более ста зарубежных коллег, и есть масса примеров, когда наши студенты, выступая на этой конференции, мы такое возможности сдаем, это, как правило, старшекурсники, их выступления вызывают интерес у зарубежных коллег, и потом они их приглашают к себе и создают для них условия, потому что интерес, в принципе, для всех высоко, или для талантливых, скажем так, студентов, которые сейчас привлекают, прямо вытягивают Европу, она существует. И вот просто приведу пример. В течение трех лет у нас работала выпускница программы глобального образования Дарья Ханулайнен, она до этого закончила магистратуру в британском университете, таком очень авторитетном Кингс Колледж оф Лондон, и она выиграла грант Евросоюза на стажировку на PHD-программу в финском университете на четыре года со стипендией достаточно высокой. В этом году еще две девушки, выпускницы программы глобальное образование, тоже получили такие приглашения, поэтому я думаю, это все, опять-таки, зависит от каждого человека, от его способностей. Нарина Сергеевна, наверное, это больше к вам вопрос. Спрашивают, когда день открытых дверей, когда можно посетить, посмотреть, что будет представлено, с кем можно поговорить элементарно. День открытых дверей у нас будет проходить 12 апреля, он вообще-то нацелен, конечно, больше на магистров, нежели на бакалавров, но, в принципе, можно в любой день подойти ко мне по адресу Мартына Межлаука, дом 1, в 218-й А кабинет. Всегда, пожалуйста, с 8.30 до 17.00 я отвечу на все вопросы абитурентов. А так у нас уже проходили дни открытых дверей. Вот появился вопрос о том, что вы можете сказать про факультет клинической психологии. Что это за факультет? Это не факультет, а сейчас я объясню вам. Это не факультет, да. Это специалитет. Это специалитет, у нас созданы кафедры клинической психологии. Дело в том, что это очень такая сложная и востребованная специальность. Не случайно, если на общей психологии, классической психологии у нас бакалавриат, то по этой специальности только специалитет пятилетний, он сохранен. И эта специальность на стыке психологии и медицины. Мы имеем свою специализацию, да, это психологическая помощь семье и ребенку. И в свое время, когда мы открывали, а мы уже имели два выпуска по этому направлению, мы долго взвешивали. Дело в том, что есть в некоторых вузах такая черта открывать такую красивую, звучащую, остро-дефицитную специальность, совсем не задумываясь там, есть ли условия для качественной реализации этой программы. Ну, обманывать не будем, такая ситуация встречается сплошь и рядом. И вот после того, как в Казанском федеральном университете стало активно развиваться медицинское направление, и появилось очень много медиков, мы поняли, что сможем обеспечить очень высокий уровень преподавания и исследования по этой специальности. Поэтому мы открыли, несколько лет мы принимали на контрактной основе, но после проверок, которые были, и аккредитации этой специальности, мы получили очень высокие оценки, и последние три года мы получаем уже бюджетные места. Они варьируются, колеблются от 17 до 19 в разные годы, но тем не менее, эта специальность встала на ноги. Она востребована. Дело в том, что помощь психологов в больнице сейчас очень нужна. Вы знаете, наверное, о том, что в структуре КФУ есть собственная клиника, есть и стационар есть, и поэтому мы общаемся с коллегами из клиники, и студенты наши в практику проходят уже в клинике, и они востребованы. Но специальность действительно очень сложная. Она требует очень, наверное, таких, ну, в отличие от психологии общей, она требует очень глубоких медицинских знаний. Ну, мне кажется, она необходима очень обществу, потому что даже вот маленький аспект, там проблема реабилитации больных после инсультов, она стоит очень и очень остро. Когда в рамках медицинской реабилитации восстанавливаются там какие-то двигательные функции, а вот мозговая деятельность, речевые функции, они очень часто остаются без внимания. Как раз-таки вот некоторые наши, сейчас мы открываем и магистровскую программу схожего профиля, они направлены вот на решение этой очень важной такой социальной задачи. Изучается ли у нас в Институте нейропсихологии, я знаю, что нейробиология есть в Институте психологии образования, в Институте фундаментальной медицины и биологии, там есть учёные, которые занимаются нейробиологией, у вас тут занимаются нейробиологией? Такая дисциплина в учебном плане по специальности клинической психологии есть. А что там изучают? То есть то же самое, да? Эта дисциплина связана с изучениями, опять-таки, особенностей мозга. Вот о чём я сказал, опять-таки, это мозг, это его деятельность, это восстановление мозговой деятельности после различных травм, болезней и так далее. Это всё, что входит как раз-таки в перечень этой специальности. И она у нас очень важная, мы очень часто привлекаем коллег из Московского государственного университета, где самая такая, наверное, известная научная школа. И постепенно вот эта специальность, она тоже встаёт у нас. То есть и это вот направление встаёт на ноги. Я больше отмечу даже, у нас есть специальность логопедии, то есть профиль бакалавриата логопедии. И вот как раз-таки хотелось бы, чтобы и не только вот к этому виду деятельности приходили после клинической психологии, но и после логопедии в рамках магистровской программы по нейрореабилитации. Но у нас профиль всё-таки педагогический, да, у нас не классический, медицинский, поэтому мы это каким-то образом связываем с образованием. Анастасия Сергеевна, я бы хотела бы озвучить наиболее востребованные специальности, куда больше всего идёт поток абитуриентов и самые высокие, допустим, бюджетные места, где есть. Ну, у нас, в принципе, все наши профили, все наши направления очень востребованы. В частности, очень большой поток идёт на классическую психологию, также, вот как уже подчеркнула Эдар Мансурович, на клиническую психологию. Также в этом году был очень большой набор на логопедию, причём на контрактное образование, то есть на контракт именно у нас очень много, очень большой набор идёт на дошкольное и начальное образование. В принципе, все наши профили очень востребованы. И проходные баллы достаточно высокие, как уже было сказано Эдар Мансуровичем, они вальгируются в среднем от 70 баллов до 85 баллов в зависимости от профиля. Я думаю, каждому абитуриенту интересно, какие условия созданы в университете для студентов. То есть это общежитие, студенческая какая-то жизнь, актив и тому подобное. Наши все абитуриенты и иногородние студенты, они все обеспечены местами. Стопроцентное заселение идёт в общежитие. Это прежде всего деревни универсиады заселяются студенты в деревни универсиады. С первого по второго курса они стопроцентно там проживают. Начиная с третьего курса они уже потихонечку переходят в общежитие студенческого городка. Без места в общежитии у нас нет таких абитуриентов, они все стопроцентно получают места. Что касается в целом, студенческая жизнь, она у нас очень интересная, очень активная. Это и студ весна, и день первокурсника, и выезд в Яльчик. Ну вообще жизнь студенческая в принципе очень интересная. Поэтому каждый уважающий себя студент через это проходит. И все принимают активное участие в студенческой жизни, как и в спортивных, так и в культурных мероприятиях. И во всех то, что организует департамент молодежной политики, у нас студенты принимают участие. И каждый из активных студентов, которые принимают участие, они не остаются без внимания. Их всегда поощряют, они получают какое-то материальное вознаграждение, дипломы, сертификаты за участие в той или иной программе, в том или ином мероприятии. Я бы хотел дополнить, что вообще специфика наших направлений подготовки связана с подготовкой к работе с людьми. И поэтому в нашем институте она особая атмосфера. Когда мы 9 лет назад объединились, представители разных высших учебных заведений, у нас были довольно сложные взаимоотношения. Но мы сразу строили концепцию. Я ее подсмотрел в одном из прибалтийских вузов. Институт «Мой дом». И вот мы в итоге шаг за шагом смогли создать такую модель, когда, во-первых, у нас очень высокий уровень коммуникации, социального партнерства, доброты. Потому что даже будущий учитель – это прежде всего, конечно же, социально ориентированный человек, который должен уметь работать и с ребенками, и с родителями. И поэтому такую атмосферу мы стараемся у себя развивать. И нам удается, и то, что наши студенты очень открыты, интересны, они участвуют в самых разных конкурсах, не только культурно-посредительского характера, но и научного. Они выезжают, они очень добры. Я лично обожаю своих студентов, потому что даже, когда я иду по коридору, здороваться, скажем, мне приятно. И мы очень рады друг другу. И, наверное, в отличие от других профилей, где, может быть, я слышал, математики или айтишники, они меньше коммуницируют друг с другом, потому что это другой какой-то профессиональный вид профессиональной деятельности. У нас немножко все по-другому. Поэтому, я думаю, вам понравится у нас. Ну и учитывать надо, что мы благодаря ректору Казанского федерального университета смогли вдохнуть новую жизнь в эти старые здания бывшего педагогического университета. Там сделаны отличные ремонты, высококлассное оборудование. То есть у нас нет ни одной аудитории, где бы не было проектора. Причем их даже несколько. Там все современно, все интересно. Великолепное столовое, кафе, туалеты, места для отдыха, место для приема пищи. Все это есть для студентов. И поэтому у нас очень много студентов, особенно в магистрах, учатся в вечернее время. Все для них создано. И поэтому я вижу, что студенты, когда я ухожу домой поздно вечером, многие студенты еще остаются там, потому что им там нравится. К нам поступил вопрос. Осуществляется ли довузовская подготовка абитуриентов? Если да, оценивается ли она при поступлении? Насколько я понимаю, у нас есть дополнительные баллы за конференцию, в крайнем случае раньше были, с Лобачевским связаны, если я не ошибаюсь. Да, есть такие, так скажем, проходные баллы, они учитываются. Но это надо посмотреть на сайте, на сайте Казанского федерального университета об этом говорится. Это именно конференции Лобачевского, которые проходят, конференции, которые заявлены в нашем университете. И если принимает абитуриент активное участие, и в Олимпиадах тоже, то это тоже определенные баллы. И призеры и победители Олимпиады, они проходят вне конкурса, поступают, если они являются призерами и победителями профильного предмета по направлению, выбранному ими. А если же сама добузовская подготовка, я понимаю, это что-то из разряда подготовки к ЕГЭ? Ну, у нас же есть приемная комиссия, да, у нас готовят дополнительно. Но эти баллы, их просто готовят, так скажем, к ЕГЭ, к ОГЭ, но баллы общие, это не дает им основания вне конкурса поступать в федеральный университет. То есть это подготовка? Да, существует факультет дополнительного образования, там есть различные программы, которые направлены прежде всего на подготовку к ЕГЭ. Но я знаю, что есть в других институтах специальные кружки, там школьные сообщества, где работают с будущими химиками, например. У нас есть очень известный профессор Соломонов Борис Николаевич. Но в нашем институте, так как такого профиля подготовки, там начальное образование, дошкольное, его нет в школьных программах, поэтому такой системы довозовской подготовки нет. Хотя мы приглашаем, у нас бывают такие дни, когда мы приглашаем и школьников к себе, они могут там один день побыть там в роли студента, они могут, мы организуем и экскурсии по просьбам школ различных, то есть показываем. Но у нас есть другая форма. Мы очень много проводим конференций школьных для учащихся. И вот особенно там, они связаны и с патриотическим воспитанием. Вот сейчас это актуально в связи с предстоящей очередной годовщиной Великой Победы. И вот здесь школьники принимают самое активное участие в них. Это в большей степени такое развивающее направление. Насколько я знаю, в феврале 11-классники должны были определиться с предметами, которые они будут сдавать в ЕГЭ. Допустим, если абитуриент выбрал предметы, но не знает, куда он хочет поступить, что нужно сдать, допустим, до психологии то же самое? Ну, во-первых, надо знать, у нас, как я уже сказала, на сайте вся информация есть, то есть это приемной кампании, все имеется. Для того, чтобы поступить на классическую психологию, необходимо сдавать биологию, профильную математику, что очень важно для абитуриентов понимать, что в Казанский федеральный университет, где заявлено, как вступительное испытание математика, туда надо сдавать только профильную математику. Базовая математика не проходит. Мы просто не можем, когда работает приемная комиссия, принимать документы, у нас сама система уже выбрасывает абитуриента, когда видит, что это базовая математика. Сама программа не принимает. Поэтому обязательно профильная математика, биология и русский язык, это на те профили, как психология, клиническая психология, психолого-педагогическое направление, специально-дефектологическое образование. Вот на эти направления надо сдавать именно вот эти предметы. Что касается педагогического профиля, то туда надо сдавать общество знания, русский язык и также профильная математика. Вот, в принципе, все предметы, которые необходимы для того, чтобы поступить в наш институт. Если я не ошибаюсь, в прошлом году ректором КФОЛЬ, фотографа Чимгофоровым, было выделено, как сказать, поощрение для абитуриентов, которые, да, поступили для стабальников. В этом году это продолжается? Что, как, что будут? Ну, что будет в прием 2020-2021 год, сказать, конечно, сложно. Но я думаю, что если Шатров Катович сказал, что эта система будет работать, значит, она будет работать, потому что 2019-2020 год это продолжало работать. Ребята, которые были стабальники, они получили эти премии. Единовременная выплата это. Да, существуют самые разные формы, да, мотивации таких успешных и высокобальников. Поэтому я тоже нисколько не сомневаюсь, что эта линия будет продолжена. Я думаю, все-таки сумма будет усочнена, исходя уже из условий лета 2020 года, с учетом инфляции, для того, чтобы она была адекватной, да, и, опять-таки, наверное, не меньше, чем в других университетах Российской Федерации, которые ее предлагают. Поэтому я просто предлагаю внимательно следить за информацией на сайте, она всегда будет доведена до сведений. Но если не ошибаюсь, 100 баллов должно быть именно по профильному предмету? По профильному предмету, да. То есть, если это психология, психолого-педагогическое направление, специально-дефектологическое, то это обязательно биология, профильный предмет. Если это педагогический блок, то это общество знания. 100 баллов должно быть, да. И я думаю, вопрос все-таки интересный, но осуществляется ли какая-то материальная поддержка льготникам, ну, малоимущим, допустим, семьям. Но эта поддержка осуществляется. У нас есть в департаменте молодежной политики социальный отдел, который, когда ребята поступают и уже зачислены, являются нашими студентами. Они приносят определенный пакет документов и пользуются этими льготами. Да, это есть. Есть различные формы социальной поддержки, начиная от детей, которые не имеют родителей, то есть, сирот. То есть, это достаточно такая серьезная финансовая поддержка на протяжении всех лет обучения. Это система установлена государством. И, я думаю, так же, как проводится во всех вузах России, она однозначно есть в Казанской федеральном университете. И хотелось бы вот такой вопрос задать. У нас есть две формы подготовки учителей. То есть, учителя математики готовятся непосредственно в институте математики. Или все-таки в институте психологии и образования. Модель, о которой вы говорите, называется распределенная модель. Ее суть в том, что, ну, во-первых, сейчас проблема в том, я просто обращаюсь к абитуриентам, ну, не будем друг друга обманывать. Учителя бывают разные по уровню своей подготовки. И, к сожалению, одной, наверное, таких, одной из направлений критики в последние годы стала плохая предметная подготовка учителей, которые, ну, не всегда. То есть, ну, здесь как повезет, честно говоря. То есть, поэтому проблемы в этой области существуют. И вот для того, чтобы исправить проблемы, связанные с предметной подготовкой, в Казани реализуется эта модель, когда на уровне бакалавриата те же, например, студенты математики, да, они обучаются в профильном институте математики, да, и базовые курсы математики изучают вместе с классическими математиками, слушают лекции других преподавателей, которые преподают уже там классическую математику, а педагогику, психологию они изучают в нашем институте. И вот эта модель, она называется распределенной, и она позволяет достичь более высокой квалификации предметной области. И наши первые выпуски, они показывают, что, ну, да, нашими выпускниками просто очередь, и вот когда студенты, они уже переходят на уровень магистратуры, они приходят обучаться в институт психологии и образования, и я уже называл эту цифру, что 80% магистров, которые учатся у нас в магистратуре, они учатся, как правило, в вечернее время, да, они все работают в школе, получают еще грант, наш новый учитель. И я очень так часто встречаюсь и спрашиваю у студентов, которые учатся и работают в школе, вот буквально на днях девушка, она, правда, работает на полторы ставки, даже чуть-чуть больше, почти на две ставки, к сожалению, она работает, но она вместе с грантом получает там зарплату около 40 тысяч рублей, и, в принципе, она удовлетворена своими доходами. То есть спрос сейчас на учителей в России есть? Огромный. В России катастрофическая нехватка учителей, особенно в различных предметных областях, а когда мы говорим о квалифицированных учителях, которые способны готовить очень качественно учеников в сдаче ЕГЭ, к участию в олимпиадах, там, в различных конкурсах, там и так далее, это вообще золотые учителя, которых там, ну, просто-напросто ждут везде, и не нужно забывать, я, опять-таки, говорю с вами вполне откровенно, дорогие абитуриенты, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство из вас сейчас занимается с репетиторами. Это тоже, к сожалению, вот, наверное, от безвыходности, и в крупных городах я знаю, что попасть к хорошему репетитору очень сложно, потому что у них всё расписано. Тут поступил к нам вопрос, насколько я знаю, если есть выездная комиссия Казанского федерального университета, именно интересуются, допустим, когда будет выездная комиссия в Худжанд, в Таджикистан? Сейчас выездных комиссий нет. Мы можем, абитуриенты из ближнего зарубежья, они сдают экзамены дистанционно, либо приезжают к нам сюда и сдают на базе нашего федерального университета вступительные испытания. Так как это практиковалось два года назад, когда выезжала наша комиссия, к сожалению, с прошлого года это отменено уже, и мы решили, вот, приёмная комиссия решила принимать либо дистанционно, либо уже у нас здесь. То есть, они могут зарегистрироваться, в принципе, дистант открыт. Наверное, ещё последний вопрос, который, наверное, интересует многих, целевое обучение. Что нужно для целевого обучения? Целевое обучение тоже у нас предусматривается. Для целевого обучения необходимо составить договор. Договор сейчас составляется с организацией, которая, ну, так скажем, готова оплатить обучение абитуриента в том или ином вузе и в том или ином профиле. Но, если не ошибаюсь, есть определённые условия для поступления на целевое обучение. То есть, это проработка, ну, то есть абитуриент после окончания? После окончания, да, института он должен отработать в той организации, которая заключила договор с университетом, ну, для того, чтобы, как говорится... То есть, старого понятия целевое обучение, которое было, например, в мои годы, ему не существует. То есть, очень часто приезжают абитуриенты, родители с таким введённым заблуждением. Они привозят направление целевое от своего районного отдела образования и считают, что это нет. В данном случае, вот в современных условиях это уже не работает, да. Дело в том, что необходимо отношение с той организацией, которая будет оплачивать это обучение. Но я бы хотел напомнить, что у нас есть... Каждый год обучается более 100 студентов. Это группы с билинг-вальной подготовкой, да, оплату, обучение которых осуществляет Министерство образования и науки Республики Татарастан. Данные студенты проходят обучение уже тоже, в том числе и по педагогическим профилям подготовки, да. Они проходят обучение в Институте филологии и межкультурной коммуникации. И вот здесь, как раз-таки, такая возможная целевое обучение есть. Но речь идет, опять-таки, о били- и полилингвальных группах, в том числе и вот для полилингвальных школ, которые сейчас создаются в Республике. И этот вопрос они могут выяснить в Министерстве образования и науки Российской Федерации. Вернее, Республике Татарастан. Татарастан. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok